всем привет сегодня 10 июля я готовлю кушать на улице у нас еще жарче чем вчера сейчас 25 градусов но думаю повысится больше обещали вообще до 30 я никуда не пошла и не пойду у меня после вчерашней прогулки ноги вчера гудели ну да ладно так дома в квартире тепло для меня это уже даже жарко важно еще здесь процентов время 12 час встала я где-то без пяти восемь я готовлю кушать говорила я или нет что-то с моей памятью стало не понимаю три секунды как у рыбки так я свинину готовлю как вы видите в мультиварке сначала я обжарила лук потом добавила порезанную свинину добавила специи но это рецепт я увидела в книжке которая прилагалась к мультиварке я его вам выведу на экран вот давно а специи это я уже по-своему я немножко химичу по-своему специи я добавила приправу для свинины хмели-сунели посолила так по моему больше из приправ ничего не добавляла до хмели-сунели и для свинины потом когда программа жарко закончилась я я просто не стала это снимать вам сначала я не собиралась вообще видео снимать вот потом я добавила воды немного ну так чтобы при тушении там ничего у меня не подгорело так как в прошлый раз я перепутала программу вместо молочной каши включила жарко я сама поражаюсь как у меня не сгорела эта каша пшеная вот дальше сейчас у меня тушится вот через четыре минуты я поставила тушение ну чтобы хочу чтобы было прям нежно у меня я надеюсь так и будет нежное мясо на 1.50 поставила вот осталось 34 минуты сейчас через 4 даже уже через 3 минуты буду добавлять вот эти овощи я вам показывала своих покупок здесь у меня нарезаны я не мельчила не хотела мельчить здесь у меня два маленьких помидорки красные по цвету и розовые нет такие поплотнее чтобы были один кабачок и там снизу красный болгарский перец и сейчас через три минуты добавлю вот это все и будет до конца программа тушится я надеюсь у меня все получится потому что я обычно вот по этим лицам рецептом из книжки не очень-то и готовлю было там когда-то давно ну вот там вообще там написано по рецепту сейчас тушить но это вообще куда свинину часто тушить она будет жесткая вот я один раз так сделала когда мама еще была потушила час она у меня была жесткой после этого я поняла что в мультиварке ее надо тушить гораздо больше ну по крайней мере в моей мультиварке вот а почему я не хотела видео снимать да потому что в каждом видео нет да нет найдется какой-нибудь придирчивый человек вот и от этого начинают опускаться руки вообще что-то не заходит у меня в влоге лайки то есть вы дорогие мои ставите мне лайки спасибо но это мои наверное постоянно зрители а так подписок вообще нету и вот знаете порой да не хочется из-за этого снимать уже третий год пошел у меня до сих пор три тысячи там чем-то подписи подписчиков хотя у меня же не только многие обзоры еще снимаю вам пересуток благодаря обзорам салприз у меня есть подписчики я опять вас гружу у кружу но я уже вам рассказываю все как есть вот вот сейчас буду уже через минуту добавлять потом вам покажу окончательный результат а тут как обычно моя девочка спит разбудили тебя да на улице кто-то стучит ищу синьку разбудили ну и что мне нравится зато мне нравится вот а с чем с теми чехлами я же уже говорила вам что люся драла их она драла не только верхнюю часть вот тут вот она и подлокотники хорошо драла а вот что еще хотела сказать по поводу тех чехлов когда я пылесосила эти чехлы было неудобно пылесосить вот когда я их снимала с них такая вообще из шерсти пылюка ну когда снимала трясется же это все и вот это все к веку пылюка в общем неудобно и сидеть неудобно было когда сидишь но тоже не будешь все сидишь ну так это там повертишься там может даже и я прилечь могла и постоянно вот эти валики у меня выходили оттуда вытаскивались в общем не знаю что не для моего комплекта этого мягкой мебели не знаю но мне как-то не зашли они вот еще и люси она хоть эти чехлы не чехлы эти как их пледы не дерет она их любит если этим нравится ей не зашли до конца программа осталось 13 минут на гарнир я кстати буду делать булгур хотел сначала турецкий обычно сделаю булгур обычно я его делаю в мультиварке а то сделаю в кастрюле сначала ну как обычное дело сначала обжаривала потом заливаю водой и до готовности еще забыл сказать я уже салатик сделала этот раз решила с майонезом что-то мне захотелось тут у меня огурц огурец два небольших розовых помидорки также показывала в покупках добавила это зеленый лук сушеный сейчас вам покажу семена добавила для салата то есть сейчас покажу сразу чеснок туда добавила это прессом выдавила вот такой вот лук это вот такие вот семена так что еще добавила а прованские травы так у про укроп больше ничего не добавляла все это перемешала и посолила еще адыгейской солью очень вкусно получилось укроп как я уже сказала не стала в этот раз добавлять в общем так программа у меня закончилась я открыла а кабачки у меня еще и не готова поэтому пришлось все заново поставить но я уже конечно это уже автоматически она на 40 минут а ну я засеку ну минут двадцать наверное надеюсь будет готова так то уже все готовят кабачки еще такие сыроватые все свинина с овощами готова в итоге я держала не 20 минут а 15 я попробовала мяско не жесткая все овощи готовы не переварены не очень понравилось если честно я не ожидала что так получится мне очень понравилось вкусно я тут готовлю был горст поставила сначала обжаривать своего минуту 3-4 потом добавлю воды а у нас завтра обещают плюс 13 всего еще и дождь но судя по прогнозу давно все даже и будет плюс 11 на этой неделе ну эта неделя вся такая прохладная то неделя по моему до плюс 19 но не выше ладно посмотрим как будет дальше но мне бы еще тепленьких дней понравилось мне гулять но сегодня дела да и ноги после вчерашнего болят я буду кушать булгур свинина с овощами салатик еще положу ну и кофе с молоком всем большое спасибо за просмотр и пока пока